День знаний распахнула для ребят свои двери и Чебоксарская школа номер 54. Ребята и родители с нетерпением ждали начала нового учебного года. Глава города Леонид Черкесов, который посетил торжественную линейку, отметил, что в этом году в столице Чувашии впервые сели за парты более 6 тысяч ребят. По сравнению с прошлым годом количество первоклассников увеличилось. Основная задача города – сделать обучение максимально комфортным. Большое внимание уделяется здоровью ребят. Также улучшается материально-техническая база учебных заведений. Таким образом, у ребят есть все условия, чтобы хорошо учиться и развиваться. С большим вдохновением я сегодня посещаю школу. Это уже третья школа, куда я посещаю. И, конечно же, убеждаю, что наши дети – они самые лучшие. Наши учителя, которые преподают в школах города, они самые лучшие. И мы рассчитываем, что, получив хорошие знания, поступив в престижные вузы, они вернутся в город Чубаксаро, Чувашскую республику и будут поднимать экономику нашего региона. Для первоклассников прозвучал первый в их жизни школьный звонок. Наверное, каждый, даже став взрослым, помнит этот торжественный момент. Ребята пообещали, что в предстоящем учебном году в их дневниках будут только хорошие оценки. С нетерпением ждали начало нового учебного года и Виктория Федорова с сыном Митей. Ведь в подготовках к школе дело непростое. Нужно заранее подобрать красивые деловые костюмы, все необходимое. К тому же нужно привыкать к новому распорядку дня. Вообще, наверное, мы стали уже готовиться, наверное, с первого начала летних каникул, потому что мы уже знали, какая у нас будет школа, стали переживать, волноваться. Наверное, к первому сентября волнение усилилось, и сегодня мы практически не спали, стали раньше всех и готовились к школе по полной программе. Первоклассник должен научиться заботиться о том, чтобы собрать в портфель все нужные школьные принадлежности. Ведь важно ничего не забыть. Пенал, картон, фломатеры, гелевые ручки, карандаши – все это мы клали. Для первоклассников День знаний – это знакомство со школой и новыми друзьями. А вот старшеклассники уже должны позаботиться о выборе профессии, поскольку это во многом определяет будущее. А чтобы оно было успешным, важно заложить фундамент уже сегодня. Необходимо прислушаться к советам родителей, учителей и старших товарищей. Каждый день нового учебного года нужно постараться сделать как можно более насыщенным и интересным. Елена Яковлева, Сергей Михеев, Жизнь столица.